Всего. Ну, мы стараемся как-то в кучу выйти. Субтитры создавал DimaTorzok Корпорации Фортум. Какие соглашения еще подписал в регион, расскажем через несколько минут. Выдаем вам разрешение на открытие избирательного счета. Избирательная комиссия Челябинской области продолжает прием документов по выборам в губернатор. И сегодня на эту должность выдвинулся второй человек. Кто он, расскажем через несколько минут. Часто 100 человек в день на нас подписываются. Это очень хороший результат. Первый сельский инстаграм в поселке Тюлюк начали развивать популярную социальную сеть, о чем публикуют посты и при чем тут национальный проект «Зигальгам». Расскажу я, Маргарита Хижняк. Эфир телеканала ОТВ продолжает время новостей. В студии Данил Вачикжанин. Добрый вечер. Одним загрязнителем воздуха будет меньше. Челябинскую ТЭЦ-2 компании Фортум переведут с угля на газ. Сейчас она ежегодно выбрасывает в атмосферу 15 тысяч тонн вредных веществ. И сегодня на полях Петербургского международного экономического форума глава региона Алексей Текслер и глава корпорации Пека Лундмарк договорились о снижении выбросов. Фортум – это один из крупных производителей тепла и электричества на Южном Урале. В регионе работают пять ТЭЦ-компании. Обеспечивая комфорт жителям, они должны соблюдать и экологические нормы. Владимир Путин поставил задачу перед регионом – уменьшить количество выбросов более чем на 20%. И перевод Челябинской ТЭЦ с угля на газ должен значительно улучшить экологическую ситуацию в Южноуральской столице. Сейчас в правительстве страны разрабатывается программа модернизации теплоэлектростанций. И Челябинская ТЭЦ-2 может войти в нее с проектом перехода с угля на газ. Также на Петербургском экономическом форуме Алексей Текслер подписал соглашение со Сбербанком. Сбербанк выбрал Южный Урал в качестве пилотной площадки и будет помогать области проводить цифровую трансформацию в социальной сфере и экономике, готовить специалистов по информационным технологиям, а также инвестировать в идеи и предложения. Как отметил Алексей Текслер, такое сотрудничество со Сбербанком приведет к повышению инвестиционной привлекательности Южного Урала. Также в рамках форума Алексей Текслер выступил на панельной сессии по созданию условий для развития малого бизнеса. Зарегистрироваться и работать в Свердловской области более выгодно с точки зрения фискальной нагрузки, чем соседняя Челябинская область. И в этом смысле мы опять же проигрываем конкуренцию, и поэтому здесь тоже надо выравнивать условия. И мы, кстати, из регионального бюджета декапитализируем соответствующий фонд микрофинансирование, будем это делать. Мне кажется, это одно из тех направлений, которые действительно дают серьезное развитие малого бизнеса. Отметим, что Петербургский экономический форум продлится три дня. Завтра делегация Челябинской области проведет еще ряд встреч и подпишет соглашение. Акопейские промышленники благодаря участию в нацпроекте наращивают производительность труда. Обещают, количество производимой продукции вырастет на треть, но не за счет замены оборудования. Как промышленники планируют достичь такого результата, расскажет Егор Хвисюк. Которые, допустим, выпустили продукции меньше, а затраты больше. Разбор причины, разбор сразу же идет. Плюс ко всему, это регулярное подведение итогов на еженедельной основе за неделю и, соответственно, раз в месяц за месяц подведение итогов. Последние несколько месяцев жизнь рабочих Копейского завода кардинально изменилась. На предприятии нет нового цеха или оборудования. Зато каждую неделю персонал собирается на летучке и обсуждает результаты работы, а также недочеты и удачи. В главном цехе поменяли расположение оборудования так, чтобы работа производственной линии от заготовки до готового продукта тратила меньше времени. Все эти изменения – результат работы специалистов Центра федеральных компетенций. Прежде всего, проводится сначала обучение персонала. После проведения обучения персонала основной инструмент – это картирование потока создания ценности. 5С – это система автономного осуждения, стандартизированная работа. Что, соответственно, здесь и начало применяться непосредственно на производственной площадке. Копейское предприятие Низма внедрило новый подход в работе. Завод занимается производством мерящей продукции, то есть металлических шаров. С их помощью в специальных барабанах на других предприятиях измельчают труду черных и цветных металлов, цемент и другие материалы. В этом году завод стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Его цель – увеличение производительности предприятия, а значит и увеличение количества выпускаемого товара и получение прибыли. Первоначально, конечно, мы встретили какое-то некое сопротивление, непонимание работников предприятия, потому что это что-то новое. А мы привыкли работать по-старому, мы хотим работать так. Но на сегодняшний день для того, чтобы повысить производительность труда, для того, чтобы повысить зарплату, для того, чтобы повысить качество продукции, мы должны меняться. Перемены сотрудники приняли не сразу, но когда появились первые результаты, заводчане стали работать усерднее. Сегодня об итогах рассказывают новому вице-губернатору по промышленной политике Егору Ковальчаку. Основная задача – это не сделать что-то на производстве, не сделать что-то в цеху, а сделать что-то с головами и с образом мыслей тех людей, которые принимают решения. И дальше уже это спустится вниз на уровень исполнителей и даст на выгоде эффект производственный, качественный. За три года завод планирует увеличить производительность на 30%. Хотав также перестроить свою работу с помощью федералов, изъявило желание еще одно предприятие МИАСа. Егор Хрисюк, Андрей Ярушев, ОТВ. У Алексея Текслера появился первый конкурент. Еще один человек подал документы в избирком для участия в выборах губернатора Челябинской области. Претендент тоже идет самовыдвиженцем. Второй претендент – руководитель строительной компании, участник конкурса «Лидеры России» Андрей Аюпов. Родился в Лейпциге. Это село в Варнинском районе, в семье инженеров. С детства жил в Варне. Хочет сделать всю область привлекательной для жизни людей. Намечены задачи по реализации определенных планов в Челябинской области. Также это будет касаться всех сфер, которые мы хотели затронуть. Это сфера ЖКХ, сфера дорожного строительства, сфера промышленности, социальная сфера. Андрей Аюпов в политической жизни региона до этого момента никак себя не проявлял, но называет себя народным губернатором. Накануне выдвижения молодой человек создал страницу в одной из социальных сетей. Сегодня уже выложил фотографии из избиркома. Сейчас у Андрея Аюпову около 80 подписчиков. Гораздо важнее ему будет создать реальные подписи избирателей для регистрации самовыдвиженцем. Соответственно, необходимо нам собрать порядка 13 600 голосов. Ставить их Аюпову нужно будет до 24 июня. До этой даты избирком будет принимать документы от кандидатов. После 24 июня, после 18.00 процедура выдвижения заканчивается. И все граждане, которые выдвинулись, соответственно, предоставляют нам документы, необходимые для регистрации. Регистрация будет начата 25 июня и будет проходить по 4 июля, также до 18.00 включительно. Напомню, накануне о своем выдвижении надложность губернатора заявил Алексей Текслер. Подал документы в избирком. В течение 10 дней они будут проходить проверку, как и данные, предоставленные Андреем Аюповым. К другим темам. Оставшиеся 48 миллионов общественники предлагают разделить поровну среди семей, которые жили в рухнувшем седьмом подъезде. В основном это родственники погибших. Мы предлагаем распределить эти денежные средства не по квартирно, а именно по семьям. По семьям, которые проживали в седьмом подъезде, которые находились в гостях, которые снимали там жилье. То есть привязаться не к собственникам жилья, а непосредственно к семьям, которые пострадали в момент трагедии. Это 51 семья. Идея распределить деньги между ними в равных долях появилась после того, как общественники провели личную беседу с каждым. Предполагается, что они получат по 945 тысяч. Потратить их магнитогорцы смогут на что угодно. В основном люди хотят улучшить жилищные условия. Кроме того, в ОНФ заявили, что обеспечивают прозрачность всех трат и поступлений. Об этом просили и сами магнитогорцы на встрече с Алексеем Текслером. Мы все знали о расчетном счете, о котором шли деньги. И все люди, в принципе, надеялись, что они получат немного, но получат хотя бы достойно того, чтобы восстановить свою жизнь. Очень неприятно было слышать разговоры со всех сторон, что вы купите себе дома, машины, будете жить припевающе. Отследить, куда идут деньги со счета, может каждый, зайдя на сайт магнитогорск31.рф. Окончательное решение о распределении средств примет Министерство социальных отношений области. Общественники уже обратились в ведомство с предложением. Его сейчас рассматривают. Надувные конструкции, неоновые буквы и бегущие строки под запретом. Центр Челябинска продолжают избавлять от незаконных вывесок. За последний день служба демонтажа сняла 17 неправильных табличек. В этот раз под снос пошли вывески на доме 66Б по улице Цвилинга. Владельцам офисов и магазинов давали месяц, чтобы снять буквы самостоятельно. Предприниматели этого не сделали. Теперь таблички убирают принудительно. Такие рейды проходят каждую неделю. Служба демонтажа уже сняла тысячу неправильных конструкций. Чтобы работа шла быстрее, ведомству направили дополнительно 40 миллионов рублей из бюджета Челябинска. На эти деньги будет приобретена дополнительная техника, вышка, наняты крановщики, дополнительные рабочие руки. И темп демонтажа увеличится и качество работы улучшится. Бизнесменам придется возместить расходы службы демонтажа на снос нелегальных вывесок. А владельцу здания, который позволяет размещать на фасаде такие конструкции, придется заплатить штраф. Для граждан до 5000 рублей. Для должностных лиц до 50. И для юридических максимум 500 тысяч. Напомню, что нелегальными являются те вывески, которые не соответствуют дизайн-коду Челябинска. Это такой свод правил. Там прописано, какого размера могут быть буквы и где можно их размещать. Дизайн-код разработан, чтобы привести город в порядок к саммитам ШОС и БРИКС. В Ленинском районе начался первый этап создания народного парка «Плодушка». Рабочие приступили к расчистке территории. Нужно убрать мусор и высохшие деревья. Проект территории уже готов. Зона отдыха обещает быть грандиозной. Сегодня эта часть парка заросла сорняком, кленами. В планах демонтировать 15 тысяч поврежденных деревьев. Вырубку после компенсируют новыми растениями. Мы убираем сорный клен ясенелистный. Каким бы он ни был. Больным, кривым, сухим, наклоненным, аварийно наклоненным. И оставляем только те экземпляры этого же вида клена, которые ровные, стройные и здоровые. Рядом с монастырем будет еще одна зона. Новый ботанический сад. Его начнут высаживать в следующем году. Среднюю зону парка сделают развлекательной. Там оборудуют детские и спортивные площадки. Главным объектом станет лабиринт в форме Челябинской области с табличками об истории городов. Последняя зона – геопарк Южный Урал. Его проект еще разрабатывают. Ожидается, что там покажут природу региона – горы, озера и степи. А еще воссоздадут крепость Челябу, где можно будет узнать историю, испечь хлеб или поухаживать за животными. В этом году на создание плодушки направят 37 миллионов рублей. Через минуту, сразу после рекламы. Смотрите в нашем выпуске. Южноуральских водителей сегодня встретили на дороге ангелы – хранители. Сегодня в городе проходит акция «Береги себя». Подробнее о ней расскажу я, Иван Лежнин. Известный боксер Николай Валоев в эту субботу собирается в Южноуральскую столицу. А ватерполезский сборной России становится все ближе к Олимпийской путевке 2020. Все подробности расскажу я, Валерий Китченко, в обзоре спортивных событий. Женщина периодически кричала. Что наступала, какая-то пробовая тишина. В деревне Шимаковка мужчина убил свою мать, а потом с ножом напал на полицейского. Страж правопорядка выстрелил в него из стабильного оружия. Подробности этой жуткой трагедии расскажу я, Альвира Хафизова, в рубрике «Происшествия» на ОТВ. Выгодная покупка в магазинах «Молния» и «Спар». Колбаски для жарки «Рамкор» мюнхенские. 179,99. Макаронные изделия «Мальтальятти» 49,99. Данил, может быть, вот это платье? Или вот это? Вот это тоже красиво. Классно, я выбираю платье на выпускной. Слушай, у тебя выпускные уже были. Дай возможность другим. Других тоже будут выпускные. Скоро выпускной. Завтра на ОТВ с 7 до 9. Его строки бьют словно ток. 220 лет сегодня со дня рождения Александра Пушкина. Как отметили юбилей основателя современного русского литературного языка в Челябинской области, увидела Яна Тормина. Считайте Пушкина! С кричалками и плакатами на улице Челябинска сегодня вышли фанаты светило-русской поэзии. Своё шествие фестиваль прозвали Пушкин-дэй. И посвятили 220-летию со дня рождения поэта. Все как один с бакенбардами и в шляпах-цилиндрах. Ведь того, кто глаголом жёг сердца людей, без этих деталей представить крайне сложно. Всё это приклеивается и получается вот такой цилиндр. Так сделать тот самый пушкинский головной убор сегодня учили школьников около Центральной библиотеки Златоуста. А ещё предложили пробу пера. Юные творцы отметили, печатать поэму на ноутбуке Александру Сергеевичу было бы куда проще. Пером, когда ты пишешь, черпела склеиваются. А в Челябинске строки русского поэта звучат на всех языках мира. Так на китайском пушкинские строки звучат не менее экспрессивно. Не похожий на тебя, не похожий на меня, но чем-то напоминающий Пушкина. Елена Кристиан Ренаут читает стихотворение поэту на французском. А как понял смысл, уже пытаются объяснить на родном языке поэта. Хотя русский и ещё учат. Если ты хочешь писать поэм, не боишься, не слушай плохие мальчики, плохие люди. Стихи читали и в парке Верхнеуральска. Здесь местные золотую рыбку ловили и царя Салтана встретили. Вот он, Евгений Онегин, версия 21 века. Не барин на металлург, но даже в спецовке, как дэнди лондонский одет. И хоть по-французски совершенно изъясняться и писать ещё не может, но на чехле телефона красуется Эйфелева башня. На самом деле его фамилия Прайзель, но во всех соцсетях Евгений Онегин говорит, это его альтер-эго с 11 лет. Того момента, когда первый раз прочёл поэму. Мне понравилось, что данный персонаж романтик-реалист. Понравилось, как он общается, разговаривает в обществе, как он себя преподносит. Хотелось бы так же выглядеть. То есть, ну, интересный персонаж, и поэтому хотелось бы к нему приблизиться. И если Пушкинский Онегин барщину оброком лёгким заменил, то Челябинский рабочим помогает советам. А в день 220-летия стихи читает. Говорит, что пушкинские строки трогают даже самого уставшего рабочего. Яна Турмина, Дмитрий Абрахин, УТВ. Первый сельский инстаграм. У деревни Тюлюк Катафывановского района появилась собственная страничка в поддержку нацпарка Зигальга. Там уже 27 публикаций и около 500 подписчиков. Аккаунт завели общественники. И в постах рассказывают о судьбах местных жителей, красотах природы и проблемах села. В глубинку отправилась Маргарита Хижняк. Вот, собственно, на снимке наша прекрасная церковь. Вот так она выглядит живьём. Деревянная церквушка 19 века, бабушки на заваленках и девицы с косой и в сарафанах. Аккаунт села Тюлюк в инстаграме больше напоминает кадры из старой русской сказки. Первозданная природа и никакого фотошопа. Сейчас в сельском инстаграме 27 публикаций. Одна из них посвящена горной реке Тюлюк, которая, между прочим, является памятником природы и источником питьевой воды для местных жителей. Сейчас попробуем. Ммм, ледяная, но вкусная. Первый инстаграм села появился в Челябинской области. У деревни Тюлюк за неделю набралось почти 500 подписчиков. Это при том, что население тут всего 300 человек. Здесь, в южноуральской глубинке, за водой, как и 100 лет назад, ходят с коромыслом. Знают друг друга в лицо и не запирают двери на засов. Поделиться местным укладом жизни решили активисты села Елена и Игорь Гузовы. А в продвижении помогла молодой СММ-специалист Ксения Зимина. Эта тема сейчас действительно популярная. У Рио-губернатора, как минимум, есть свой собственный инстаграм. Мы подумали, чем мы хуже. Мы даже, может быть, чем-то лучше, потому что аккаунт у нас профессиональный. Помимо фотографий на странице есть и социальные ролики про местную школу, где учатся всего 27 детей, почту, которая находится в маленьком деревянном домике, и театральный коллектив «Бабоньки». Идейные вдохновители и активисты села Елена и Игорь Гузовы приехали в Телюк 6 лет назад из Челябинска. За это время подняли на ноги сельский почтамт. Провели туда интернет, наладили электронную регистрацию писем, установили терминал для оплаты и снятия наличных. Сейчас развивают туризм, открыли этнодом «Матрешка», проводят экскурсии для приезжих. Самая старинная «Матрешка» в нашей коллекции – это вот такая вот «Матрешка». Она выполнена в виде Ваньки-встаньки, и ей больше 200 лет. Тюлюк – это маленькое село на окраине Котаф Ивановского района с живописной природой и уникальным ландшафтом. Деревня находится в горной долине в окружении тайги и у подножья горы Иремель и Зигальга. Эту землю жители называют местом силы ежегодно. В Тюлюк приезжает 60 тысяч туристов, чтобы увидеть уральские красоты и окунуться в сельский быт. Инстаграм поможет продвигать село как туристический бренд. Наш туризм, он такой немножко сельский. Немножко сельский, и хотелось бы его структуризировать, придать ему современные подходы, сервисные подходы в туристическом бизнесе. Почему? Потому что никто не обучал наших селян, да, никто не обучал тех людей, которые здесь живут и работают туристическому бизнесу, маркетингу туристическому. В прошлом году Зигальга попала в список 16 новых нацпарков России. По указу президента они будут охраняться и развиваться на федеральном уровне. И сейчас в столице выбирают место, где расположится туристический центр заповедной зоны. Ведь именно туда ближайшие 10 лет будут направлять деньги на развитие туристической инфраструктуры. А это 100 миллионов рублей в год. На эти деньги планируют сделать асфальтированную дорогу в село, провести газ, организовать экотропу, построить современные базы отдыха. Сейчас два претендента на финансирование. Это Тюлюк и соседнее село Верхкотавка. Кому достанется статус центра национального парка и федеральные деньги, станет известно этой осенью. А пока местные жители всеми силами пытаются привлечь внимание к своему родному селу. Ведь для них это единственный шанс сохранить природу и сделать жизнь в Тюлюке цивилизованнее. Маргарита Хижняк, Артем Большаков, ОТВ. Либо в Тюлюк, либо дома на диване. Отпуск челябинцам стал не по карману. Горожане все чаще отказываются от курортов. К такому выводу пришли социологи филиала Ранхикс. Они провели исследование. Почти половина взрослого населения южноуральской столицы еще не отгуляла прошлогодний отпуск. 40% опрошенных в прошлом году только работали. 31% горожан провели отпуск дома и ездили на местные озера и в санатории. Такой вариант ответа чаще выбирали женщины, которые работают в частных компаниях и работающие пенсионеры. С уровнем достатка ниже среднего. 23% опрошенных отпуском не пожертвовали и провели его в других регионах страны. Этот вариант ответа выбирали челябинцы с высшим образованием, с уровнем достатка выше среднего. И только 6% опрошенных побывали за границей. На морской побережье отправились люди с доходами выше среднего. Это предприниматели и руководители организаций. Кстати, год назад социологи также спрашивали у челябинцев о планах на лето. Тогда каждый десятый планировал провести его за границей. Челябинские школьники отправляются на первую смену отдыха в летние лагеря. Безопасность детей в пути обеспечивают сотрудники ГИБДД. Перед поездкой тщательно проверяют автобусы, пока нарушений не нашли. В период летних каникул сотрудники ГИБДД осуществляют проверки организованной перевозки групп детей автобусами. Инспекторы проверяют наличие необходимых документов, техническое состояние автобусов. В период летних каникул сотрудники ГИБДД осуществляют проверки, организованные перевозки групп детей автобусами. Инспекторы проверяют наличие необходимых документов, техническое состояние автобусов. Инспекторы следят, чтобы в автобусах были ремни безопасности, тахографы и система ГЛОНАСС. Всех водителей проверяют на наличие штрафов и нарушений правил дорожного движения, на прохождение медосмотра, а также соответствие требованиям квалификации. Кроме того, сотрудники ГИБДД проводят инструктаж по безопасности перевозки детей и в дороге сопровождают колонны автобусов патрульными машинами. Количество ДТП на железнодорожных переездах с прошлого года выросло вдвое. Последнее случилось буквально на прошлой неделе. Все по причине несоблюдения правил переезда путей. О том, как сохранить жизнь и здоровье, южноуральцам напомнили на акции «Береги себя». Подробнее расскажет Иван Лежнин. Водители на железнодорожном переезде в тракторозаводском районе встречают ангелы и напоминают, нарушение правил на переездах опасно для жизни. Опасно нарушать перед поездом, он остановиться-то не сможет, поэтому всегда соблюдаем правила, останавливаемся перед переездом. Даже если не горит красный сигнал. Ангелы-хранители работают в Челябинске в рамках акции «Береги себя». Она приурочена к Международному дню безопасности на ЖД-переездах. Каждому водителю выдают специальный набор. И в каждом таком вот такая светоотражающая жилетка, она обязана быть в машине у каждого водителя. И наборы для оказания первой помощи. В таком чехольчике лежат несколько видов бинтов, ватные палочки, ликопластыри, ножнички. Резко остановить автомобиль перед идущим составом ни у одного водителя не получится. Надеяться, что успеет остановиться поезд и вовсе не стоит. Напоминаем водителям, что тормозной путь очень большой, до тысячи метров, масса состава велика, автомобиль может быть просто раздавлен. При дорожно-транспортном происшествии водитель несет не только административную ответственность из-за нарушения правил дорожного движения, вплоть до лишения водительского удостоверения. Но также ему могут быть выставлены иски за нарушение инфраструктуры железнодорожных путей. Только с января по май на Южноуральской железной дороге произошло 10 ДТП по вине водителей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Поэтому водителям в очередной раз напоминают, не стоит пренебрегать правилами, нужно беречь свою жизнь. Внимательнее нужно быть водителем и на уральских автодорогах. Сейчас идет весенняя миграция лосей. Животные часто выходят к трассам. Несколько дней подряд зверей наблюдали на Кольцовском тракте под Екатеринбургом. Это молодняк. Годовалые лоси начинают самостоятельную жизнь без матерей и познают мир. Водителям следует быть осторожнее, чтобы не сбить животных и соблюдать скоростной режим. Если у вас есть интересное видео, звоните по номеру горячей линии или пишите в Вайбере и Ватсапе. Номера на экране. Сейчас короткая реклама, сразу после Валерии Китченко с главными спортивными новостями дня. А мы встретимся на УТВ в 21.30. Субтитры предоставил DimaTorzok Любить друг друга навсегда, в ночи сияют надо мной глаза твои. Это смелость, а смелость это почерк, и мы найдем страницы для наших строчек. А сама воры прянищи. Ох, бедовые, где ж вы мои празднички, да не бедовые. Ты меня в листопад не зови. Юбилейный концерт композитора Олега Иванова. Смотрите в субботу на ОТВ. Здравствуйте, это новости спорта. В студии для вас работаю я, Валерий Китченко. Матерполитский сборной России становится все ближе к Олимпийской путевке 2020. А известный боксер Николай Валуев в эту субботу собирается в Южноуральскую столицу. Зачем? Расскажем в нашем обзоре прямо сейчас. В субботу 8 июня столицу Южного Урала посетит легендарный боксер Николай Валуев. Бывший чемпион мира в тяжелом весе откроет в парке спорта и отдыха, конно-спортивного комплекса «Рефей» второй кубок Челябинской области по футгольфу. Это новый вид спорта, где участники на поле для гольфа забивают в большие лунки футбольный мяч. Отмечу, что Николай Валуев, который уже 4 года возглавляет Российскую федерацию футгольфа, также проведет мастер-класс для всех желающих. И я напомню, что первым обладателем Кубка Челябинской области в 2018 году стала команда законодательного собрания региона. В этом году турнир начнется в полдень. Женская сборная России по водному полу одержала вторую победу в суперфинале мировой лиги в Будапеште. После канадок поверженные оказались венгерки. Счет 14-9. Три мяча ворота хозяек бассейна забросила игрок златоустовской команды «Динамо-Уралочка» Мария Берстнева. Два раза отличилась Эльвина Каримова, бронзовый призер чемпионата мира и Олимпийских игр. Сегодня в заключительном матче группового этапа россиянки встретятся с фаворитами соревнований американками. Турнир с участием восьми сильнейших национальных сборных мира завершится 9 июня. Его победитель получит путевку на Олимпиаду 2020 в Токио. Отмечу, что розыгрыш мировой лиги среди женщин проводится с 2004 года. В 2008 году россиянки завоевали кубок. Дважды были вторыми и три раза выигрывали бронзу. А Софья Колесникова из Латауста стала чемпионкой России по плаванию на открытой воде в Краснодарском крае, преодолев в акватории Таманского залива Азовского моря 16 километров за 3 часа 31 минуту и 15 секунд. Второй с отставанием почти в минуту финишировала Мария Новикова из Волгоградской области. Третий призер Анастасия Басалдук из Московской области. Отмечу, что Софья Колесникова отобралась на чемпионат мира по плаванию на открытой воде, который пройдет в Корее в середине июля. А в Германии южноуральские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы по гиревому спорту, завоевав в городе Штольберг три золотые медали. Чемпионами стали Илья Ташланов и Семен Сильвюрстов. Кроме того, золото юниорского первенства Европы добыл в двоеборе Вячеслав Плотников. Отмечу, что в состязаниях участвовали более 400 атлетов из 23 стран. И российские гиревики одержали убедительную победу в командном зачете. Южноуральские спортсмены-рыболовы открыли летний сезон. На Кубке Челябинской области по ловле спиннингом с берега. Состязания прошли на озере Малой Кисегачи и собрали небольшое количество участников. Всего 15. Однако среди них мастер спорта России и трое кандидатов на это звание. И 226 окуньков на всех. Всем ни хвоста, ни чешуи. Такие пожелания удачи спортсменам-рыболовам звучат на водоемах Южного Урала. На Малом Кисегаче соревнуются участники Кубка Челябинской области по ловле спиннингом с берега. На этот раз их 15. Однако в их числе даже гости из Курганской области. Но присутствие мастера спорта Андрея Иванова и кандидатов мастера Андрея Фанасьева, Павла Вишнякова и Сергея Негриба создает интригу. Динамику и адреналин с состязанием добавляют и погода с ветром и дождем. Спортсменам приходится применять все свои знания о повадках рыбы. Четыре периода по 45 минут завершились быстро. В итоге отличились безразрядники. Челябинец Виктор Амельченко и Артем Копылов из Усть-Катава, которые заняли третье и второе места с результатом 25 и 20 окуней соответственно. А победителем Кубка области стал Алексей Спирин из Кургана. Он вытащил на берег три десятка рыб. Выполнил норматив КМС. Общий же улов всех участников 226 окуней. Это более 9 килограммов рыбы. Следующим стартом региональной федерации рыболовного спорта будет Кубок Челябинской области по ловле на Донную удочку. Он состоится 15 и 16 июня на дамбе Шершневского водохранилища. На сегодня это все. Далее происшествие. Елизавета Болдырева расскажет, почему полицейскому пришлось застрелить 36-летнего мужчину, жителя Сосновского района. Не переключайтесь. Продолжение следует...